Путину нужна война как образ жизни. Путину нужна война как способ руководства страной. Потому что она позволяет ему идти на любой произвол. Она полностью отменяет любые разговоры о том, как можно, как нельзя, что по закону, что не по закону. Отвяжитесь от нас. Сейчас война. Сейчас не время про это разговаривать. Вот универсальный ответ на все. От Подольска до истории с наемниками. Сейчас война. Сейчас не до этого, не до ваших правил, не до вашего суда, не до ваших прав. Все это не имеет больше никакого значения. Чего хотим, то и крутим. Путин сейчас находится всего в каких-то 100 километрах от Аляски. Это территория США основного стратегического противника России. Остин в больнице, Байден вообще не в себе. Чем не шанс? Хотя 71-летнему Путину из-за отсутствия политической конкуренции ничего не мешает снова на 6 лет сохранить свой кабинет в Кремле, его новое антиконституционное президентство точно не будет сладким для простых людей, да и самого вечного правителя РФ. Россия показала себя страной с неисчислимыми ресурсами, в том числе людскими. Люди будут идти на фронт в любом случае и умирать безропотно. И следующие будут появляться люди, и следующие, и следующие. Людей очень много, их в общем не очень жалко. Если к потреблению пропагандистского шлака все попривыкали, так же как и к закручиванию гаек в экономическом и мобилизационных измерениях, то есть все-таки особая проблема, не позволяющая действующим российским главарям спать спокойно. Из-за своей самонадеянности Путин упустил из ручонок нити управления монстром с войны, который пожирает своего творца. Нет сомнения, что российская территория наделена существенным природным ресурсом, и его еще достаточно долго можно бездарно разбазаривать. К примеру, пускать по бросовой цене чистое топливо, природный газ, неблагодарным китайцам, или с каждым годом раздувать траты государственного бюджета на введение бесчеловечной войны против Украины, являющейся уничтожительной для самой России. Действительно, товарищи, хроническая инфляция, огромная массовая безработица, неурядицы в валютно-финансовой сфере. Очень низкие темпы роста, нарастание всяких таких протекционистских настроений, обострение отношений с развивающимися странами. Вот таковы признаки очень серьезной экономической болезни, которая сейчас поразила Запад. Ощущаете ли вы в последнее время рост цен на товары и услуги? Конечно, продукты питания в первую очередь. Ну, конечно, как и все. Конечно. Сильный? Очень сильный. Ну да, так сильно. Ощущаю. Вместо того, чтобы рационально использовать имеющееся богатство для улучшения жизни россиян, горстка путинских олигархов и силовиков с большими звездами на погонах безвозвратно растрачивает их ради стратегии разрушения. Чекисты переименовались в КГБ, КГБ переименовались в ФСБ, коммунисты пересели с одного кресла в другое. По сути своей власть в стране никак не поменялась. По своей внутренней составляющей, по своей природе, так скажем. А сейчас, тем более, страна идет в сторону тоталитаризма, автократии террористического государства. Это будет Иран, Северная Корея или снова сталинская страна. То есть я не знаю, но в ближайшем обозримом, если будет Путин жив 10 лет, будет 10 лет Северной Кореи. Путин проживет еще 20 лет, будет 20 лет Северной Кореи. И, кстати, после Путина, я думаю, будет какое-то время большой смуты. Это тоже может растянуться на десятилетия. Возвращаясь к событиям предвоенного 2021 года, следует вспомнить, каким амбициозным и задорным тогда был Путин. Он видел в себе новое воплощение Сталина и Наполеона. Ведь его прислужники обещали, дескать, русская армия повторит подвиг дедов и дойдет до Берлина. Более того, своими энергетическими мускулами всю Европу поставят на колени. Потому с большим воодушевлением в феврале 2022 года Путин отправил свои отборные силы для завоевания Украины, которая казалась очень легкой мишенью. Но легкая прогулка по факту переросла в ужаснейшее кровопролитие. Ведь к декабрю 2022 года планировалось полное политическое уничтожение Украины и ее инкорпорация в союзное государство, как обновленный проект СССР. Технически они могли зайти танками в Киев, но они бы не взяли, потому что пошли бы уличные бои. Все, кто оставался в Киеве, опять же, как бы не пафосно это звучало, внутренне были готовы в случае чего выходить, условно говоря, с коктейлью молотого. Вот каждый человек, которого я вот видела, кто остался в Киеве, они ждали, что приду, чтобы защитить свой город. То есть можно было Украину расположить себе любыми средствами, коммерческими, торговыми. Но как только они стали стрелять, все, были люди, которые любили Россию и хотели с ней сотрудничать. Но как только они зашли и попытались взять силы, все, на этом любовь закончилась навсегда. Заглотнув несколько частей суверенной украинской территории, военная машина имени Шойгу Герасимова начала буксовать. А с лета 2022 года и вовсе стала откатываться, застряв в трясине позиционной войны. Но по факту никакого завладения новыми территориями не произошло. Временно оккупированные части территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стали фронтовой зоной, рассадником импульсов хаоса, накатывающих в глубь России. Вы бы ребята там у себя порядок навели сначала, а потом пришли в другую страну что-то рассказывать. Путин понял, он не может даже спокойно приехать на трофейные земли, использовать их с предвыборной целью невозможно и даже вовсе контрпродуктивно. Также не прибавляют баллы стертые с лица земли целые украинские города. Правда, нужно отдать должное российскому обывателю, которого видом руин чужой страны не прошибешь. Совсем другие эмоции вызывают превращение российских городов в фронтовые зоны. Здесь особое место занимает Белгород, который с каждым днём приобретает черты терроризируемых российским оккупантом украинских населённых пунктов. Отойдите, я стекло на себе. Когда вы через полтора года уничтожение Украины и получив, по сути, возмездие, вы кричите, они нацисты, они теракт совершили. У вас вообще нет мозга, вы не можете сложить дважды два, дважды два будет четыре. Кто начал войну, это же всем известно, это уже открыто, никто не скрывает, что войну начал Путин и не сейчас, не в 22-м году, в 14-м. И все эти жертвы в Украине и сейчас в России на руках того, кто развязал войну, а не на руках того, кто обороняется. Но никому же в голову не приходит осудить советскую армию, которая расфигачила Берлин просто до фундамента. Но то же самое будет происходить. Вы думаете, это закончится? Это только начало. Белгородские власти видят, что с каждым новым ударом по Украине с той стороны идёт закономерный болезненный ответ. Никакой нормальной жизни в приграничье нет и не предвидится. Пока будет продолжаться война, пока приближённые к путинскому телу оружейные бароны набивают свои карманы, на улицах Белгорода появляются мешки с песком, бетонные укрытия от обстрелов и массовое бегство жителей в глубинные районы РФ. «Очко уже! Опять! Опять!» Только один губернатор Гладков рапортует о том, как его чиновники не крысы не станут сидеть в подвалах, а примут бой на рабочих местах. При этом Путину вообще плевать на Белгород. Это лишь очередная разменная монета. Хотя если глубоко задуматься, то ведь началась военная обратка. И ничего хорошего десятки миллионов россиян от вторжения войны в их жизнь не ждёт. И так ещё на целые шесть лет вы точно этого хотите? Произошли громкие очень хлопки. В коридор! Оно вам надо! Оно вам надо! Капец! Здесь есть сейчас, как мне кажется, два варианта. Или, значит, победит Инь, и Россия превратится в такую огромную Северную Корею, которая ощетинится ядерными ракетами от всего остального мира, и будет, значит, бог знает сколько лет загнивать, и там будут процветать всё вот то, что я выше перечистил. Подлость, доносительство, холопство, страх. Это будет съедать поколение за поколением живых людей, будет их калечить. Вот. Она превратится в такое, ну, я не знаю, страшилище и гноилище для всего мира. Это ужасная идея. Есть вторая идея, и есть второй вариант. Он тоже очень тяжёлый и страшный. В России на самом деле сейчас, в нынешней ситуации, есть только один способ очиститься и реабилитироваться, и восстановить свою репутацию. Этот способ называется революция. Это тоже, так сказать, это драматический и трагический путь. Это путь очищения. Но вот третьего варианта я не вижу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова